ВОЛНА ЗАВОЕВАНИ ЧЕНГИСКАНА 1380 год. Темник Мамай, собрав многотысячное войско, снова пошел на Русь. Страшная весть облетела все русские государства. По призыву московского князя Дмитрия Ивановича к Москве стали стекаться войска. Более 20 городов послали свои дружины на честный бой. В сентябре 1380 года, в канун празднования Рождества Пресвятой Богородицы, состоялась грандиозная битва. В летописи она вошла под названием «Мамаево побоище». После трех часов ожесточенного сражения все было окончено победой русских войск. Воинский талант 30-летнего московского князя позволил переиграть темника Мамая. Мамай бежал. По оценкам историков, Куликовская битва положила фактическое начало Московской Руси и показала, что сила в согласии и единстве. По образному выражению Льва Гумилева, русские дружины пошли сражаться на Куликово поле как представители своих княжеств, а вернулись оттуда русскими, как единый русский народ. Процесс мемориализации события был начат в конце 18 века. В 1850 году был торжественно открыт памятник колонна по проекту архитектора Брюллова. В начале 20 века архитектором Щусевым был создан проект и построен храм Сергия Радонежского на Куликовом поле. Изначально он задумывался как храм-памятник, где память небесная соединяется с памятью земной, то есть при наличии православной службы в здании должна была быть организована экспозиция. В 2010 году храм Сергия Радонежского на Красном холме был окончательно передан под крыло Свято-Троицкой Сергиевой лавры, и музей, обитавший в храме, потерял стены. В 2011 году правительством Владимира Путина был принят долгосрочный план строительства современного музейно-выставочного комплекса на территории Куликово поле. Музейный комплекс «Поле Куликовской битвы», создаваемый на первом ратном поле России, призван стать рекреационно-туристическим и научным объектом. Реализация данного проекта позволяет эффективно решать задачи патриотического воспитания граждан современной России и ставит Куликово поле в один ряд с лучшими мировыми музеями. Уникальность проекта состоит в том, что здесь будут собраны все знания и применен практически весь мировой опыт в области музейного дела. Помимо самого здания, в которое входят экспозиционные и выставочные залы, а также помещения для сотрудников и сувенирные магазины, в комплексе гостевые дома, ресторан, кафе, спортивно-оздоровительные и туристические базы, площадки для организации событийных мероприятий, конференц-зал, пост круглосуточной охраны, автокемпинг, удобные, специально оборудованные парковочные места для автотуристов-каравангеров. Новое здание музея будет расположено на Куликовом поле, в полутора километрах от Красного холма, у истоков легендарной реки Смолки. Комиссии открытого конкурса на проект музея «Поле Куликовской битвы» было рассмотрено 9 проектов будущего экспозиционного ансамбля. В жаркой дискуссии победил эскизный проект, представленный ПНКБ «Архитектура и культурная политика», руководитель проекта, вице-президент Союза архитекторов России, заслуженный архитектор Сергей Викторович Гнедовский. Проект выполнен в стиле русского постмодернизма и наилучшим образом учитывает специфику ландшафта и историю Куликова поля. Главная композиционная особенность будущего музейного комплекса – это объемно-пространственная структура здания, которая представляет собой два противопоставленных корпуса с единым путем подхода к ним. Этот архитектурный облик является метафорой драматического столкновения двух масс, двух объемов и в полной мере отражает характер события в битве между ордами Маная и полками Дмитрия Донского. Холм Курган, образуемый главным зданием музея, является наследником традиций сакральных и мемориальных сооружений в России и по всему миру. Здание музея частично скрыто от глаз посетителя наползающим рельефом. Это достигается за счет применения наклонных крыш с покрытием травой и дерном. Многие сражения оставили свой кровавый след на Куликовом поле. В память о защитниках земли русской, навсегда ушедших, но не забытых, в облике здания зашифрован собирательный образ воин. На Куликовом поле впервые врагу противостояло единое войско единого государства. И участники сражения впервые осознали себя не просто воинами, а защитниками своего народа. Именно этим Куликовская битва выделяется среди других сражений Средневековья. Именно поэтому она стала одним из краеугольных камней российской истории. И, входя в музей, мы должны осознавать, что есть только несколько событий, сравнимых по значению для России с Куликовской битвой. Это Бородинское сражение и Курская битва. В этих баталиях русские солдаты ценой большой крови отстояли право своей страны на существование, право на будущее. Экспозиция нового музея встречает залом, в котором посетителям открывается сакральная суть Куликовской битвы. Ее место в ряду значимых сражений мировой и отечественной истории. Поля брани, которые сохранили нацию. И сделали это простые люди своим героизмом, мужеством, упорством, защитившие родину от неприятеля. Предки художника Владимира Глебова участвовали во всех трех битвах. Он прямой потомок рода Ватбольских, которые, в свою очередь, являются потомками князей Белозерских. Историю вершат люди, простые люди. В этом же зале находится интерактивная стена, которая показывает все перипетии взаимоотношений Золотой Орды и Руссии, начиная с 1223 года с битвы на реке Калки и до 1502 года, когда произошло свержение хана Абдул-Литифа в Казани, его пленение и привоз под охраной в Москву. То есть до окончательного разгрома Большой Орды. Здесь же, по правую руку от стены, находится зал, в котором противопоставлены два образа жизни – Московской Руси и Мамаевой Орды. История двух государств – молодого московского княжества, набирающего силу, и Орды, переживающие не самые лучшие времена. Именно в это время Орда разваливается на части и погружается в смуту междоусобных войн. Здесь, в Москве, в палатах Кремля, на перу у московского князя Дмитрия Ивановича, в июне 1380 года, бояре и дружина узнают о страшной вести – Мамай перешел Дон и движется на север. Об этом мы узнаем из литературных памятников, из летописной повести о Куликовской битве, из поэмы «Задонщина», из сказания о Мамаевом побоище. Идя по коридору, посетители окунаются в атмосферу подготовки войска московского княжества к битве. Во все концы Руси летят концы. Ведь Дмитрий уже давно заключил военные союзы со многими княжествами северо-восточной Руси. И в этом проявился его талант и военная мудрость как истинного полководца. Общий сбор единого войска назначен в Коломне в конце августа. Уже кажется, что поле мало, а люди все прибывают – с Белоозера, со Стародуба, с Нового города. Идут полки. Знают, что не все вернутся, но со спокойной решимостью, с Богом в душе, с Домом в сердце идут. И мы тоже можем пройти вместе с воинами. Стена, на которую проецируется изображение колонны воинов на марше. Они идут рядом с нами. Мы идем на поле Куликова. Идем вместе. И момент истины все ближе. Зал круговой панорамы. Каждые 10 минут идет трансляция кинофильма, который окружает зрителей со всех сторон. Шесть экранов. 360 градусов. 100% вовлеченности в действие. Утро сентября 1380 года на Куликовом поле. Рассвет. Ничто не предвещает беды. В один миг посетители оказываются в центре средневековой сечи. Со всех сторон крики, звон щитов, лязг металла, ржание лошадей. Хочется укрыться, но бежать некуда. Бой идет вокруг тебя. Когда включается верхний свет в зале, посетители могут увидеть подлинные, найденные на месте сражения уникальные артефакты. Их много для битвы 600-летней давности. Мы покидаем кинозал и медленно спускаемся по пандусам на нижний этаж. Как будто на машине времени, как бы археологическим резцом мы снимаем слой за слоем и углубляемся в историю. Находим культурный слой 14 века. В центре зала макет Куликово поле. И здесь мы с удивлением обнаруживаем, что поле Куликово 14 века – это небольшой участок степи размером 4 на 2 километра, со всех сторон окруженной лесами. Откуда эти знания? Правда ли это или вымысел? Многолетняя скрупулезная работа большого количества людей на каждом этапе исторической науки. Археология. За каждым маленьким кусочком артефакта скрывается реальная история жизни. История, которую можно воссоздать. Понайденные в земле металлической пластинки можно реконструировать доспех. По наличию вооружения разобраться в тактике боя. Каждый раз, когда работаю с материалами, не могу отделаться от мысли, что кто-то, так же как и я, держал какую-нибудь пуговицу или наконечник стрелы в своих руках. Кто этот кто-то? Мужчина или женщина? Крестьянин или разбойник? Предметы, которыми пользовались наши предки. Они до сих пор сохранили память о своих владельцах. Иногда, мне кажется, я слышу их голоса. Сколько тайн могут раскрыть эти немые свидетели мирных будней и огненных битв? Мы идем по витиеватой тропе истории. Нашей с вами истории. И с каждой находкой на этом пути остается все меньше белых пятен. Экспозиция кабинета историка. Стол, предметы изучения, книги и справочники. Именно здесь вдвигаются и опровергаются теории. Ломаются копья мнений. Песок времени превращается в стройную систему взглядов. А напротив кабинета интерактивные экраны, на которых средневековые жители рассказывают о реальных исторических деятелях. Князь московский Дмитрий Иванович приходился Владимиру Андреевичу двоюродным братом. Первый раз с Своеводой Боброком мы сражались при Скорнищеве, против рязанского князя. Но ханы при нем не правили, а заправлял всем мамай. Эти рассказы основаны на реальных исторических источниках, на летописях, духовных грамотах. Изучением всего этого и реконструкцией биографии известных личностей тоже занимаются историки. Более 30 лет, с начала 80-х годов ведутся работы по изучению Куликова поля. Теперь мы многое знаем о населении этого региона в 14 веке. Как жили русские, как выглядели, когда покинули эти места. Антропологи по остаткам захоронений восстанавливают портреты жителей Куликова поля 14 века. Посетители смогут увидеть реконструкцию поселений, бытовые предметы. Разве это не чудо? Как выглядело Куликово поле 600 лет назад? Так же, как теперь или по-другому? Ответ нам дают исследования палеопочвоведов. Во время Куликовской битвы здесь была лесостепь с обширными лесными участками. В пластах почвы сохранилась вся информация. Ученые изучают почвенные срезы и могут рассказать, какие растения и какой климат был здесь много лет назад. Такие вот почвенные монолиты высотой 3 метра посетители смогут увидеть в экспозиции. Ясно видно, что в одном темная порода, а значит взят этот шурф с территории степи. В другом светлая, то есть взята с территории леса. Палеоботаника, наука о растениях, помогла восстановить истинные размеры Куликового поля, ландшафт Куликового поля на момент битвы в 1380 году. Таким образом, благодаря многолетней работе ученых, мы знаем, кто воевал на поле, как они выглядели, как выглядело само поле, и где удобнее всего было разместить войска. Однако остается еще один, часто задаваемый вопрос-утверждение. На поле ничего не находят. Находят уже давно и очень много. Мы собрали в один каталог все известные находки, многие из которых утеряны. Посетители смогут сами узнать, что, где и когда нашли на Куликовом поле, в чьей коллекции хранилось и почему не сохранилось до наших дней. Или же, в какой музее переданы находки, ведь большое их количество находится в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. На выходе из этого зала стоят два стента, на которых изображены артефакты, найденные и описанные в научных трудах, но пропавшие по разным причинам в период с 1793 года по 1990. Причины утери вполне понятны. И возраст, и революции, передел территорий, две мировые войны. Каждое лето на Куликовом поле проходят поисковые работы на месте битвы. И каждое лето фонды музея пополняются новыми экспонатами. Мы планируем каждый год включать в этот каталог все новые находки. Для тех, кому интересно, как ученые изучают поля сражений, создан специальный раздел, где можно увидеть и понять, что остается в земле после средневекового сражения, что после сражений наполеоновских войн, а что после Великой Отечественной войны. Об одном жалею не успел многого, но дело наше вам заканчивать. И ты, кто будет после меня, к тебе обращаюсь издалека теперь уже. Все, что собирал, все, что примысливал, храни все в вере и чистоте. Ибо кровью заплачено, большой кровью братьев наших заплачена цена великая. Будете на земле своей вместе, будете в силе, а разбежитесь каждый по углу своему, не будет Русь великой. Заклинаю вас, берегите и слушайтесь во всем Княгине моей, земли русской, земли чистой, земли святой. Ибо земля наша, мать наша, мир вам. Дмитрий Донской. Завещание Великого Князя. Память о Куликовской битве никогда не прерывалась в памяти народной. Все эти 600 с лишним лет из уст в уста передавались легенды о воинах, положивших начало борьбы за независимость русского государства. К этой теме обращали в своих размышлениях поэты, писатели, художники, философы. В годы великих потрясений пример доблестных предков вдохновлял российских воинов на подвиги при защите Родины. Имена героев Куликовской битвы, Дмитрия Донского, Александра Пересвета, Родиона Осляби, ратный подвиг, который стал символом несгибаемости русских воинов, неоднократно назывались боевые корабли и армейские подразделения. Выходя из зала в экспозиции, ты понимаешь, что стал другим человеком. Ты понял что-то новое, что-то такое, что позволяет тебе только сейчас впервые ощутить себя частью большого народа, частью истории страны. Как будет выглядеть музейный комплекс и будет ли реализован именно этот интерьер экспозиционного зала, покажет время. Обращение к истории страны, понимание, что без прошлого нет будущего, воспитание детей в вере и любви и как результат осознание важности этой работы, вот что радует наши сердца. Вера, любовь к Родине, согласие и единство. Разве не в этом проявляются лучшие качества человека?